Приветствую вас, уважаемые любители и знатоки шахмат, с вами на связи мастер фиды Максима Мариев. Играем против серба. Так, тут у нас ферзевый гамбит, ну давайте в Карлсбад перейдем. Опа, что, пешку жертвует? Ну, видимо, земну. Просто выигрываю пешку. Ну, печальная ситуация, конечно, некорректная. Это жертва, если это была жертва. Д5 просто. Ну, можно даже Ф3 сыграть, можно и слон Е2, или слон Б5 шах. Честно говоря, не понимаю, чего он добивается. Ну, давайте сыграем повеселее. Ф3. Вот такой перчатый каркас создаю. Слон Д7. Ну, теперь слон Д3, конь Е2. Вот такой у меня план развития. Слон на Е3 идет. Ферзь Д2. Так, ну тут Б5 не даем провести, все же какая-то контр-игра последует. Ферзь Д2. Так, пункт H2 зависает, да? Что делать, вопрос. Ф4 с идеей Е5. Ну, там конь Ж4 какой-то ход последовать может неожиданно. А все равно Ф4. На конь Ж4 Е5 реально. Вообще, кстати, Е5 серьезная угроза. Там на слоне есть 7 Д6. Возможно, сейчас фигуру выигрываю просто. Просто фигуру выигрываю. Ф4 Е5. Пешки пошли. Ну, пошли-ка, пехотинцы, чувак. Чего скромничать-то, да? Центр, видите, какой мощный. Съели. Ну, на ферзи Е5 слон Ф4 есть. Вообще никаких проблем. Конь Е5. Ну, прокернемся от греха подальше. Просто лишняя фигура. Фигура за пешку. Ну, ситуация, конечно, уже носит технический характер. Просто надо реализовать перевес. Так, Д6. Ну, ферзь Ж3 сыграю. Хочу слон Д6 сыграть. Где-то на пункт Ж7 надавить. Сейчас ладья Е1. Вообще, как по маслу просто. Все как по маслу, друзья. Больше и мечтать было сложно. Ну, слон Д6. Он этого, видимо, не видел. Сдался соперник. В общем, не зевайте ничего в дебюте. Иначе может последовать такой разгром. На этом, дорогие друзья, все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал Школы Шахмат Чисмастер, чтобы получать новые уроки. Ну, и кроме этого, рекомендую получить книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». В этой книге изложен весь мой 15-летний практический опыт по игре в шахматы. Как заниматься, сайты по психологии и многое другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!